Теперь новости избирательной кампании. Сегодня кандидат в мэра от ЛДПР Михаил Дегтярёв в стенах Госдумы России провёл встречу с молодёжью. Вместе с лидером партии Владимиром Жириновским они озвучили основные тезисы предвыборной программы. В частности, повышение доходов города за счёт туристов, жёсткий контроль за бюджетными тратами и полный запрет на точечную застройку. Иногда нужно принимать радикальное решение. Иногда проблему невозможно решить. Значит, лучше всего запретительные меры. Вот точная застройка. Запрещается в городе Москве любая точная застройка. Да никакие документы не помогут. Нигде в Москве нельзя строить ещё один дом внутри жилого массива. Должны быть микрореферендумы. И будущее, мы уже говорили, это самодержавие личности, электронная демократия. Когда каждый держит ответ перед собой, семьёй, городом, страной и принимает решение. Какого цвета бордюры в мобильном телефоне будем решать. Какие деревья сажать, что строить и так далее. Кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин заявил, что Москва должна помочь малому бизнесу. Предложил отменить плановые проверки, не завышать арендные ставки, обеспечить предпринимателей доступными кредитами. В итоге город только выиграет. Простой маленький торговый центр, сколько он налогов, налогов за счёт малого, среднего бизнеса даёт государству. Поэтому это надо поддерживать, это надо развивать. Людей надо поддерживать, людям надо давать преференции. Кандидат в мэр от «Справедливой России» Илья Свиридов встретился с коллективом завода имени Хруничева. По его данным, центру грозят сокращение, переезд из-за того, что это место собираются застроить многоэтажками. Илья Свиридов заявил, что постарается этого не допустить. Предыдущее руководство этого центра сделало всё для того, чтобы закрыть опытные цеха, опытное производство и перевозировать значительную часть, целью поставить, перевозировать значительную часть производства в Омск. Трудовой коллектив не поедет в Омск. С другой стороны, будут утрачены также и связи, деловые и научные связи с КБ «Салют». Кандидат от КПРФ Вадим Кумин сегодня проверял работу общественного транспорта. По его мнению, пассажирские перевозки в Москве нужно совершенствовать. Обновлять парк автобусов, делать интервалы между рейсами короче, а тарифы на проезд снижать. «В нашей программе предусмотрено снижение единого транспортного тарифа до 25 рублей на весь срок полномочий мэра. Мы считаем, что это возможно. Мы полагаем, что Москва не должна зарабатывать на гражданах, что граждане платят налоги, и это достаточно». А около избирательного штаба Сергея Собянина сегодня заработала будка гласности. Каждый желающий может оставить там свои предложения по улучшению жизни столицы. Я напомню, именно с учетом пожеланий москвичей Собянин формирует свою предвыборную программу. «Огромная просьба от жителей района Лефортово почистить пруды. Очень хочется, чтобы открыли для посещения походный дворец Екатерины». «Что хотелось бы пожелать Сергею Семеновичу, так это заняться донорским движением». «Мой главный наказ – это чтобы наш мэр обязательно остался и не сворачивал со своего пути».